Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про то, сколько товаров нужно отгружать на новинку в самом начале вашей работы на маркетплейсе и говорить мы будем про Wildberries. Меня зовут Лиса, вы находитесь на моем YouTube-канале, где я рассказываю про то, как развиваюсь на маркетплейсах. Также мой канал будет особенно полезен менеджерам маркетплейсов и селлером с оборотом примерно до 5 миллионов. Итак, поехали! Сколько товаров нужно отгружать в первую очередь на Wildberries? Здесь я выделяю два подхода. Первый подход связан с тем, сколько вы заказов хотите получить, например, в перспективе 3-4 месяца. И про этот подход я больше говорю на курсе по ассортименту ценообразованию и остаткам, потому что там нужно достаточно много вещей просчитывать. Там мы будем ориентироваться на целевую скорость заказов в день и, соответственно, экстраполировать это на несколько месяцев и предсказывать, сколько нам нужно остатков. Второй подход, он более простой, но тоже очень хорошо работает и он связан с конкурентным анализом. Здесь мы с вами посмотрим сразу же на экран. Мы перешли на войсу и в войсу вы можете получить очень легко доступ на 7 дней бесплатно. Что мы здесь будем делать? Мы с вами будем смотреть на конкурентов максимально близких по типу товара, который вы планируете продавать. Мы посмотрим на их историю продаж, на то, сколько товаров они продают в день и, соответственно, сможем предсказать, сколько товаров нам нужно заказать и сколько нужно отгрузить. Давайте с вами перейдем в анализ конкурентов, поиск на площадке. И какую мы хотим, не знаю, например, что, спортивный костюм на самом деле неважно. Давайте возьмем женский спортивный костюм. Еще раз, очень важно работать с товаром и найти товары, которые максимально близки к вашему виду товара. Например, ну вот, кстати, почему бы и нет, мы можем взять сразу, чтобы долго не искать, вот такого типа костюма. Это костюм 3 в 1, просто штаны, шорты и футболка, майка, брюки, точнее, шорты и футболка. И мы видим, что этот товар находится в топе по достаточно конкурентному ключевому запросу. Мы с вами видим, что у него находится 7 тысяч отзывов, 28 категорий, шикарно. В наличии 400 штук. Цена товара, вот мы, кстати, по цене товара тоже должны сравнивать, потому что нам нужно найти товар в максимально близком ценовом сегменте. Мы видим сумму заказов, вот он оборот, ФБО, и количество заказов, 5828. К слову, просто обратите внимание, что если за последние 30 дней у этого товара было 5,8 тысяч заказов, тысяч заказов, в наличии 400 единиц, вы можете легко посчитать, на сколько дней этого товара, если не сделать отгрузку, хватит. И как мы это с вами делаем? Мы видим количество заказов, 5828, делим на 30, и мы получаем примерную скорость заказов в день, 194 единицы. И мы понимаем, что 401 единицы нам хватит буквально на 2 дня. Ну, не нам, в смысле, а этому товару. И им явно нужно скоро делать отгрузку. Но они молодцы, что упущенная выгода была очень-очень низкой, всего лишь 0%. В смысле, 0%. Не очень низкая, прям вообще не существовало. Какие мы можем сделать выводы из этого, уже из одной строчки, из одного товара? Мы понимаем, что потенциал заказов подобного товара очень высокий. Если мы видим примеры товаров, которые делают такие результаты, значит и вы можете делать такие результаты. Но для этого вам нужно быть близкими с точки зрения цены, а это, кстати, не так просто, потому что это цена 2,600, а здесь целых 3 единицы товара внутри одной карточки товара. Нужно иметь достаточное количество остатков, потому что, чтобы продать 5800 единиц, вам нужно сначала закупить 5800 единиц. И вы посчитали, что примерно 194 единицы в день это количество заказов, скорость заказов. И вы прикидываете, окей, там я вряд ли смогу с первого раза, с первого дня делать такое количество заказов, естественно. Просто потому что здесь очень много отзывов. Поэтому моя, скорее всего, скорость заказов будет гораздо ниже. Давайте искать еще примеры товаров, которые тоже похожи, примерно в таком же ценовом сегменте. Кстати, мне кажется, тот же самый, да, тот же самый поставщик. Давайте, наверное, пойдем вниз первой страницы. Потому что там, скорее всего, находятся как раз-таки товары, которые, ну, еще не такие большие продажи имеют. И давайте возьмем, к примеру, нет, это не совсем то, ну, к примеру, такой товар. Смотрим здесь. Здесь уже меньше отзывов, всего лишь 95, и это уже будет проще для нас. 95 отзывов, 598 единиц заказов, цена 2 900. Вот как раз-таки, как я говорила, а здесь всего 2 единицы внутри одного товара, и цена даже выше. То есть там, скорее всего, наценка не очень высокая. И мы видим, так, количество заказов, 598 делим на 30, извиняюсь, 598 делим на 30, получаем уже 20 единиц в день скорой заказов. Вы такие, окей, 20 единиц в день, скорость заказов при цене 2 900, ну, допустим, 3 тысячи рублей, товар находится в конце первой страницы. Скорее всего, вы на первую страницу не попадете в начале, но вы в нее будете целиться. Соответственно, я бы как раз-таки брала за пример те товары, которые как раз-таки находятся в конце первой страницы. И если ваша цель получить 20 единиц заказов в день, и в этом случае на 30 дней вам понадобится 600 единиц. То есть я умножаю 20 на 30 дней. 600 единиц вам понадобится на первый месяц, если вы будете продавать по 20 единиц в день. Но мы понимаем опять, по 20 единиц в день сразу мы продавать не будем, скорее всего, будем продавать меньше. В этом случае вы в зависимости от того, какая у вас будет цена, если она будет гораздо ниже, то вы можете надеяться, что через месяц-полтора вы сможете достичь таких показателей по заказам. Поэтому вы прикидываете, опять здесь мы прикидываем, вот в первом случае мы считаем, во втором случае мы немного прикидываем, потому что все-таки это конкурентный анализ. Мы прикидываем, что если наша цель продавать, точнее, если мы видим, что есть конкурент, который продает 20 единиц в день, в среднем находится в конце первой страницы, что достаточно хорошо, то я к первой странице, скорее всего, приду, если ставлю это целью на второй-третий месяц, если выкупов сейчас нет, поэтому таким небыстрым способом. Но я уже должен для себя учитывать, что это потенциально будет моя скорость заказов. Поэтому я бы немножечко сделала такой понижающий коэффициент, взяла не 20 единиц в день количество заказов, а, например, 10-15. 10-15 заказов в день, например, 15 умножаю на 30 дней, если я загружаю склад на 30 дней, то есть мне нужно минимум 450 единиц. А я склад буду загружать за 30 дней, но я хочу, чтобы у меня еще был запас у меня на складе еще на месяц, на всякий случай, в зависимости от того, сколько дней занимает производство. То есть если производство, например, занимает 30 дней, то я еще на 30 дней хочу иметь запас, и можно даже добавить страховой запас еще 5 дней. Если у вас скорость производства, например, 2 месяца, естественно, вам нужно будет иметь больше товаров у себя в запасе. То есть я 450 единиц, 15 единиц в день умножила на 30 дней, получила 450, и умножаю на 2 месяца, получаю 900 единиц. Это я укруглю до 1000, и тогда мой заказ будет у производителя на 1000 единиц. Отгружу я на 1 месяц запасом, постараюсь достичь своей целевой скорости заказов, потому что мне нужно показать остатки. Но в самую первую отгрузку вы можете отгрузить вообще половину. То есть вы отгружаете сначала на 2 недели 200 единиц, делаете продвижение, смотрите, какая скорость заказов, потом снова отгружаете, и при этом у вас еще у себя есть запас этого товара. На всякий случай, если вдруг быстро пойдут продажи, вы сможете отгрузить и заказать товар снова у поставщика. Вот таким образом я бы работала, и на самом деле так и работаю, то есть частично я рассчитываю на основании конкурентов, если есть очень близкий по типу товар, либо я рассчитываю на основании своей целевой скорости заказов, тогда я сильно не обращаю на конкурентов внимания, и просто вот такая просчитываю, сколько мне нужно иметь товаров для того, чтобы свою цель выполнить, и тоже делаю, скорее всего, понижающий коэффициент. Таким образом я бы работала. Спасибо большое, что смотрели сегодняшнее видео, сегодня у нас пятница, отдыхаем, суббота-воскресенье. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там каждый день я рассказываю интересную информацию про маркетплейсы, там же проходят разборы карточек товаров, поэтому если хотите участвовать, тоже кидайте ссылку на ваш товар, я это делаю 3 раза в неделю. Также подписывайтесь на этот YouTube-канал, если вы этого еще не сделали. Жду вас у себя на курсах по ассортименту ценообразованию и остаткам, и по карточке товара и продвижению. Увидимся с вами в следующих видео. Продолжение следует...